В пятницу мы снова побывали на чемпионате Украины по тяжелой атлетике в спорткомплексе «Олимпийц» для молодежи до 15 лет. В предпоследний день турнира выступали уже юноши в серьезных весовых категориях. Мы пообщались с нашим тренером Юрием Каленским и попросили подвести предварительные итоги этого турнира. Турнир идет своим чередом. Сегодня предпоследний день, завтра последний день, но основные итоги уже подведены. Мы подведены итоги по женскому чемпионату Украины. Ну, вы знаете, что у нас параллельно проходит и турнир наш 29-й. Наши спортсмены-славычки участвуют и в турнире, и в чемпионате. По чемпионату, кратенько подведу итоги, выступало 4 человека. Они все выступили. Карпец Виктория четвертое место. Десятое место занял Карпец Илья, ее родной брат. 17-е место Лысогор Ростислав, 17-е место Пусков Юрий и 22-е место Лысогор Ростислав. Все ребята сделали по 5 подходов из 6 удачных, выступили по своим силам. Несмотря на далекие места от призового места, они, вы понимаете, каждый решает свои задачи. И по выступлению ребят у меня претензий нет. Они отдали все, на что способны были на данный момент. Поэтому мы сегодня, вот предпоследний день, еще у нас в турнире сейчас, вот буквально через полчаса будут выступать два спортсмена. По турниру они выступят успешно, но эти два спортсмена, они постарше, чем те, с которым им в 17 лет, а здесь выступает 15-летний. Вот у этих двух ребят, которые будут выступать, они будут готовиться к чемпионату Днепре через месяц. Вот там они будут уже в чемпионате Украины до 17 лет. Поэтому этот старт для этих двух, которые будут выступать, это как проверка сил, подготовка. Хочу только вот сказать, что немножечко мешает подготовке то, что в связи с локдауном запрещается заниматься на базах. И это, естественно, носит свои коррективы. Вы сами понимаете, что 2-3 дня без тренировки, спортсмены особенно, ну, силовой, любой вид спорта, любой. Каждый теряет свои какие-то качества, а силовые возможности, они через 2-3 дня уже начинают падать. Поэтому их надо поддерживать. И вот, как бы, от Славутича мы написали письмо, петицию в кабинет министра, в министерство спорта, для того, чтобы раз разрешены проводиться соревнования, чемпионаты Украины, которые в календаре официальном Украина, то, чтобы была и подготовка к ним. Потому что это не прописано, и вот мы попадаем в такие вот условия, когда мы выступаем, но готовиться не можем. Мы постарались сделать здесь максимально удобно. Здесь квадратура и площадь, и объем воздуха хватает. Здесь очень здорово. Разминка организована хорошо. Ну, и по отзывам тренеров, которые подходят ко мне, говорят, что все на уровне, все хорошо, удобно ребятам. Хватает инвентаря, хватает грифов. И все на разминке, два телевизора стоит. То есть не надо где-то ходить далеко, рядышком, все видно. И в общем, все организовано достаточно удобно для спортсменов. Это главное, для чего мы проводим эти соревнования. Что касается наших ребят, Юхновца и Овчаренко, они выступали вне рамок чемпионата Украины, так как их возраст превышал рамки чемпионата. Но в рамках турнира памяти героев Чернобыля они стали победителями. Владислав Юхновец рванул вес 95 килограмм и занял третье место. А вот Владислав Овчаренко совершил три четкие попытки и легко взял 105, 110 и 115 килограмм. И стал абсолютным победителем турнира с отличным результатом. Остается пожелать нашим спортсменам Владиславом Овчаренко и Юхновец, а также Максиму Храпатому удачи и легких попыток на чемпионате Украины для юношей до 17 лет, который пройдет в середине мая в Днепре.